Программа «Время покажет» Весь тот информационный шум, который был поднят по поводу некого законопроекта, связанного с поправками в закон о полиции, он был в некотором смысле именно информационным шумом. Что там еще все можно и доработать, и на самом деле то, что вернули, это вернули то, что было и раньше и так далее. То есть есть что дорабатывать, но повода для паники нет. Теперь другой набор заголовков, которые все активнее появляются в средствах массовой информации, но уж про соцсети я вообще молчу. Там все, так сказать, просто уже бьются, так сказать, в конвульсиях по поводу того, что будет в связи с тем, что в стране много мигрантов, и все от них ждут неких проблем, все ждут от них роста преступности и так далее и тому подобное. И в этом тоже нужно разбираться. Во-первых, существует ли проблема? Если она существует, каковы ее масштабы? И если масштабы требуют ее какого-то специального решения, то каким может быть это решение? Соответственно, мы начнем с вас. Поскольку вы, я так понимаю, представляете каким-то образом совокупные, не знаю, интересы или ситуацию мигрантов, что вам по этому поводу известно? Какова ситуация на самом деле? Ну, на данном этапе ситуация абсолютно под контролем. Под контролем? Да, мы не видим под контролем властей Российской Федерации. Мы не видим пока никакого серьезного взрывного роста преступности. Мы не видим пока даже сколь-нибудь существенного этого роста. Есть какие-то отдельные ситуации, которые действительно происходят. Но вот я сегодня с утра объехал 8 хостелов, посмотрел, что там происходит. Но там прям уже совсем все печально. У людей уже нет денег на элементарную еду. Мы планируем на следующую неделю большую акцию, то есть Диаспора будет помогать собирать деньги, покупать просто элементарные продукты, покупать какие-то коробки. Или помогают? Ну, это процесс же не вот такой. То есть, ну вот сейчас объявили, сегодня поговорили, завтра там собирается некое совещание, пойдет команда, все это дело. К понедельнику обещают. Послушайте, ну людям надо есть каждый день. Потом обсудили, обдумали, да? А людей уже нет. Послушайте, я же коллегу спросил, какова реальная ситуация. Слушайте, мы все живем в реальной жизни, в реальной ситуации. Мы тоже многие вещи, которые требуют вот такого решения, мы как бы их вот решаем иногда через... Иногда вообще не решаем. Смотрите, я почему... Иногда вообще не решаем. Иногда решаем так, что лучше бы и не решали. Но я вот про что вас спрашиваю, говоря о том, что нужно понять и ситуацию, и перспективу. Вы сами, я вам сейчас его напомню, сделали заявление. Вот так оно звучало в вашем исполнении. Пожалуйста. Ребят, проснитесь. Раньше мигрантам можно было в мечетях помощи попросить. Но сейчас и мечети закрыты. Прогнозировать сложно, но могу предположить. Сначала отнимут один пакет с едой у супермаркета, на второй день 10, а на третий 500. Рост будет взрывной. Мы пытаемся убедить тех, кто может помогать землякам. Пока рост преступлений мигрантов в Москве незначительный. В Москве мигрантам, в отличие от других крупных городов, повезло. У них подушечка запасенных денег чуть толще. Но по нашим оценкам, эти деньги закончатся к концу этой недели, в начале следующей. И это будет катастрофа. И я фиксирую ваше внимание на то, что вы сказали эти слова 14 апреля. Сегодня 23 апреля. И, соответственно, я к вашим словам адресуюсь. Так деньги закончились к концу той недели? И катастрофа началась? Или, как вы говорите, все по-прежнему под контролем? И все как бы собираются, обсуждают, решают и так далее. Смотрите, я говорю, я сегодня утром объезжал хостелы. 8 хостелов мы объехали в юго-восточном округе. Так, Москвы. Москвы, да. Ну, просто юго-восток, там большее количество мигрантов, в связи с другими округами. Там рынки основные, там все базы, все там происходит. Ситуация уже катастрофическая. То есть в некоторых комнатах, вот они живут, человек по 8. Говорят, вот у нас на сегодня осталось там на 8 человек, условно, банка тушенки, батон хлеб. Денег нет, что завтра делать не знаем. Это вот на сегодня. На 8 апреля мы проводили опрос, 30 тысяч человек мы опросили. Очень крупную диаспору. Они сказали, у нас пока 2,5 тысячи из 30. Вот уже прям совсем все плохо. Мы развезли порядка 350 коробок огромных с едой 8 числа. Там тоже есть ролики, это все легко доступно. Но ситуация прям с каждым днем ухудшается. И вот сейчас мы планируем еще... То есть вы начали так как-то за здравие, а как-то заканчиваете слегка за упокой. Ну как есть. Правильно же было сказано, деньги заканчиваются. То есть вы говорите о том, что вы сегодня объехали людей, которые говорят, что у них завтра могут закончиться деньги и тушенка, и дальше они произносят фраза, что делать не знаем. Кстати, интересно, у них какая свиная тушенка заканчивается? Ну это не принципиально. Не принципиально, я понял. И что делать завтра они не знают. Соответственно, в этот момент и начинаются все эти заголовки, когда люди из того, что они не знают, что делать, делают вывод, что они будут как-то, так сказать, искать себе пропитание и деньги. И дальше возникает вопрос, что с этой ситуацией мы либо начнем сталкиваться, либо не начнем сталкиваться. Алексей Александрович, что вам известно по ситуации? И самое главное и важное для нас, если вы ее оцениваете как тревожную, как эти заголовки, то какие варианты решения? Ну ситуация действительно непростая. Это абсолютно точно. Я вообще всегда считал, что Москва спокойно может обойтись без трудовых мигрантов. Ну они уже здесь, Алексей Александрович. Это разговоры, они уже здесь. И по официальным данным, там около двух миллионов, а на самом деле их гораздо больше. Это мы тоже прекрасно понимаем. То есть, если людям не давать работать и не давать денег, то, естественно, они как-то начнут выживать. А как они начнут выживать, по-моему, дураку понятно. А вот, кстати, я, наверное, дурак, и мне непонятно. Объясните мне. Ну, как, они же не умрут у себя там, скажут, ну все, у нас есть нечего, пошли умирать. Конечно, пойдут что-то воровать, отнимать. Ну, для того, естественно. Но это дело ведь государства решить это с проблемой, да? Алексей Александрович, а мы исходим из того, что ведь у многих наших людей сейчас тоже как бы проблемы? Мы же не сходим автоматом из того, что наши, оставшись без денег, идут обязательно воровать и убивать. Мы можем спорить насчет этих, там, помощи государства. Мне тоже считаю, я она недостаточна. Но, тем не менее, минимальный прожиточный минимум государство обеспечит. Что, кстати говоря, вот Вадим тоже призывал дать мигрантов. Я против этого дела. А, потому что надо идти по другому пути. По какому? По пути обеспечения продуктами. Это абсолютно правильно. Развозить продукты? Вот они сейчас сделают. А вы же сами посчитали, что на мигранта примерно в месяц надо всего там несколько тысяч, по-моему, две или три, сейчас точно не помню. Обеспечить продуктами. Вот это государство обязано сделать. То есть не деньги дать им, а продукты. И причем не диаспорам. Мы должны учитывать момент жилья. По поводу продуктов, вы правильно говорите, им же надо еще где-то жить. Местные жители имеют жилье. Они же где-то живут сейчас. Но они за это платят, а деньги-то заканчивают. А, кстати, это тоже. Да, это важный вопрос. Да, это важный вопрос. И это, кстати говоря, деньги небольшие тоже, которые они платят. Никто из них не снимает. То есть, смотрите, мы говорим, что способы решения, а точнее, наверное, не создавания проблемы, с вашей точки зрения, это каким-то образом оплатить, продолжать оплачивать места, где они живут, и обеспечивать продукты. И продукты до тех пор, пока все это не кончится, и пока они не смогут зарабатывать. А кто-то считал примерно, сколько на это нужно денег? Должна быть у нас миграционная служба, которая все это должна посчитать. Нет, нет, причем миграционная служба? Не трогайте службу. Игорь, ты киваешь головой на мой вопрос, считал ли кто-то. Ну, то есть, мы говорим, что вот у нас их много, Алексей Александрович, у нас их много, а на самом деле еще больше. То есть, это не миллион. Дальше, стоп, дальше мы говорим, ты говоришь, их гораздо больше, дальше мы говорим, ну, нужно им оплатить жилье и, значит, обеспечить их продуктами. Дальше возникает вопрос, сколько это людей и сколько на это нужно денег? Если через это решение или через какое-то другое? У меня другое предложение, что на данный период первое необходимо с точки зрения государственных структур провести амнистию для тех людей, которые находятся в серой и черной зоне. Их очень много. Это уже произошло в субботу, был подписан у нас, уже все появились. Почему? Потому что мы должны им сказать, что если вы выйдете из тени, выйдете из тени, мы, ну, там, не будем вас депортировать, да, мы должны вас сегодня оценить, сколько вас человек... То есть мы вас должны посчитать, да, посчитать. Коллега вам говорит, что это уже сделано. Не сделано это. Не сделано. Я общался с руководителем, с одним из руководителей Ассоциации строительной промышленности Российской Федерации. Он даже не может сказать, сколько у них в серой зоне находятся строителей. А что такое в серой зоне? В серой зоне это когда, ну, то есть вот есть люди, которые за патент работают, да, а вот есть люди, да, а есть люди, которые работают в малых и средних фирмах строителей. А скажите мне, пожалуйста, вы общались вот с этим человеком из строительной там индустрии и так далее. И он говорит, что они не знают, сколько у них людей в серой зоне. Они же кого-то нанимали, они этим людей из серой зоны давали работу, они пользовались трудом этих людей из серой зоны, а теперь они нам... Немножко не так. Вот эти ассоциации, они включают, но для того, чтобы работать в строительной сфере, вы прекрасно знаете, что необходимо получить определенную разрешительную документацию. И эту документацию получают что большие фирмы, что средние, что малые. Вот учет в больших фирмах, все четко, там даже четко он не сказал. То есть там нет серой зоны? Там нет серой зоны, да. Там все четко, там много, послушайте, это я говорю то, что я говорю с руководителями. Что вы тут говорите? Фамилию скажите мне его. Фамилию мне его скажите. Кто это? Морозов, Морозов, да. И что он говорит? Что он не знает, сколько у него? Потом они берут ген подряд, отдают на суп подряд в три уровня, а потом ко мне приходят люди и говорят наскидывали. То есть вы говорите, что всех этих людей можно посчитать, можно точно знать. И он сказал, что только по московскому региону сейчас, только по московскому региону, они говорят, что освободилось на стройках от 150 до 300 тысяч иностранцев. Как правило, это таджики. То есть он даже привел уже конкретно... Тогда уж давайте договаривать. Освободилось 150-300 тысяч человек, которые эти строительные компании, их труд использовали. А теперь они их как бы освободили, и эти стройки сегодня заморожены. И у нас что интересно... Зарплату не дали, правильно он говорит, и выгнали. Вот о чем идет речь. Ну почему? Они живут на этих стройках, и вы прекрасно знаете, что они живут в этих же бытовках, так же и продолжают жить. И эти люди не считаны. Они живут в бытовках, но не считаны. То есть вы предлагаете им легализоваться и их посчитать? Я говорю про малый бизнес. Посчитать гораздо тяжелее. Когда там с садовниками, когда там, например, в роддоме строят 10 человек, 15 человек, вот эти люди находятся часто в террории. То есть, подождите, подождите. То есть, смотрите, мы начали обсуждать, какие меры мы можем предпринять для того, чтобы не допустить вот этих проблем. А теперь пришли к тому, что мы... А теперь мы даже пришли через тебя к тому, что мы, собственно, даже понятия не имеем о том, о помощи какому количеству людей идет. Да, конечно. Конечно. Ну и? И это не только строительная сфера. Они у нас работают и в сельском хозяйстве. И прекрасно вы знаете, мы с вами на эту тему разговаривали. Вы были у меня на программе, на русском ответе. Мы говорили на эту тему. Они работают на стройках, они работают на рынках, они работают в обслуживании. Вот сколько в сфере обслуживания? Вы знаете, по Москве какое количество освобождение освободилось? Я могу в целом говорить по цифрам по городу. Вот смотрите, есть цифры МВД. ВД. Они принято считать как бы самые заниженные, но вроде как наиболее точные. ВД оценивает количество мигрантов порядка 6 миллионов человек на всю страну. 6 миллионов? Да, ну что вы говорите. Мы оцениваем 10. Вот мы как федерация, мы оцениваем 10. Я могу это объяснить. Потому что есть же еще, у меня-то есть данные страны схода, я туда езжу, разговариваю. Хорошо. Если вы оцениваете в 10 миллионов, допустим, ваша цифра 10 миллионов, грубо говоря, кто-нибудь посчитал, если исходить из предлагаемого варианта оплачивать жилье и еду, ну сколько на это нужно денег? Ну вот смотрите, если говорить совсем по минимуму, вот совсем, те самые 12 тысяч, которые предлагаются гражданам России, их прямо на пределе хватит. Хостел стоит, ну грубо, тысяч 7 в месяц. Самый простенький. На пятерку, ну очень плохо, но как-то можно прожить. Останется 300 рублей на интернет, позвонить домой семье. Это самое минимум. В субботу был принят очень важный указ. Владимир Владимирович Путин подписал, большое ему спасибо, что до 15 июня нам не нужны никакие документы, не нужны патенты, их не надо оплачивать, их не надо оформлять, не надо делать в миг учет. Это важнейший момент, что люди вдохнут. Эти 12 тысяч они получают? Нет, нельзя деньги давать. Сейчас, секунду, просто коллеги, смотрите, я не знаю про то, какие решения приняты. Я знаю про то, что была инициатива агентства стратегических инициатив о том, чтобы их тоже включить, мигрантов, в этот самый список. Я надеюсь, мы ее можем показать, наверное. Ну это был просто такой, инфобуль, и все. Инфо что? Инфобуль. Вот. А, буль. Смотрите, вот иностранцы в России, но это не про это, агентство стратегических инициатив. Послушайте, вот что предлагают. На время оказания поддержки работникам организации предлагается приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице и ряда других льгот и выплат, а также мер в области поддержки занятости. А ты киваешь головой что? Есть другой, но мне же не дали, мне сказали, тема немножко в сторону ушла, мне не сказали, я не сказал то, что я хотел предложить. Да, ваше предложение. То есть, во-первых, этих людей в хостелах оставлять нельзя, почему? Потому что в хостеле Ленинградской области показало, что люди, которые остаются без должного медицинского надзора, они начинают болеть. Да? Начинают болеть. И вы знаете, что... Хорошо, в хостеле нельзя, где можно? Да, это необходимо на это время двумя способами решать эту проблему. Те, кто хотят уехать, дать им возможность уехать, первое. И второе, это создавать, да, и создавать на этот период карантинные летние лагеря. И об этом говорю не только я. Почему? Потому что, во-первых, мы в этих лагерях сможем людей четко учесть, отслеживать их медицинское состояние. Я просто адресуюсь к первому пункту, сказанному тобой. Ты мне сам только что очень убедительно доказывал, что мы даже не знаем, сколько их. Теперь ты мне говоришь, для этих людей, которых мы не знаем, сколько их, нужно создавать летние лагеря. А ты меня не дослушал? Я тебе говорю, потому что, когда мы предложим людям вот эту схему, когда конкретно... А, они в лагеря типа сами соберутся. Они, конечно, люди, которые будут лишены денег, у которых нет возможности даже питаться, вот о чем мы говорим. Они сами туда будут приходить. То есть, твоя идея в том, что когда мы создадим места, где их можно накормить, где они могут жить и где их могут посчитать... И тогда мы можем четко посчитать, сколько это место будет стоить. Отлично. Вопрос только возникает в одном. Допустим, половина из них или две трети из них туда придут. А что будет с теми, кто не захочет прийти в лагерь, где его просто кормят и просто есть машина с головой? А вот для этого у нас существуют силовые структуры. Вот как раз на той передаче, когда мы с вами разговаривали, мы приглашали двух экспертов, очень хороших специалистов МВД, оперативных сотрудников. Вот здесь уже как раз встает роль государства, для того, чтобы выявлять вот эти тех, кто не захочет выйти из тени. Понятно. Захар, вот есть предложение Игоря, а вот есть предложение дать мигрантам, приравнять их к россиянам на время. Это социальный взрыв. Несколько мрачно придется на все это смотреть, потому что, конечно же, проблемы миграции накапливались годами и десятилетиями. И тут мы, конечно, с ними столкнулись резко. Я, ну, с большим пониманием отношусь к тому, что произносит вот наш коллега, но дело в том, что если мы не знаем реально их количество, но можем только предположить, что их миллион, два, три, четыре, мы в момент, когда у нас... Шесть-десять, как вы только что обсуждали. Шесть-десять, когда у нас самоизоляция, представляете, какое количество людей надо вовлечь во всю эту историю? Открыть лагеря, открыть базы, где их будут принимать, проверять. Мы выгоним на улице один, два, три, четыре миллиона человек, которые, ну, ну, как нет, хорошо, шестьсот, семьсот, восемьсот тысяч. Тем более, они напуганы, дезориентированы, ничего о ничем не знают, будут бояться, прятать, перебегать другие квартиры. У нас, мне кажется, что разумно... Ну, скорее всего, нельзя исключить, что многие из них уже инфицированы коронавирусом. И я предложил два варианта. Их отправить домой еще, Игорь. Конечно, надо все эти варианты потихоньку прорабатывать, хотя, конечно, они не выйдут из серой зоны, они не пойдут проверяться, они будут убегать от лагерей. Все это совершенно неизбежно. Это самое... Тогда что? И лагеря еще сильно дороже. Ваше предложение. Малыми шагами по всем направлениям действовать одномоментно. Безусловно, сейчас я скажу непопулярные вещи, потому что люди скажут, нам самим денег не хватает, зачем давать еще мигрантам? Но когда мигранты реально выйдут на улице и будут грабить, скажут, почему нас не защищали от мигрантов? У людей же, они же в обе стороны сразу. И тут нельзя, и так нельзя. Зачем нам мигранты, нам не нужны мигранты, а денег им тоже не давайте. Поэтому, конечно, надо вопреки общественному мнению давать мигрантам, ну не деньги, хорошо, правильно, тушенку, макароны, находить их, кого-то потихоньку вывозить. Это же тоже целые поезда, вагоны, логистические службы. Ну как мы будем это делать, их миллионы людей. Но ты же сказал, что в комплексе надо, в комплексе надо все меры делать. Ну вот смотрите, мы видим, что вопрос этот решатель надо. Вот у каждого своя версия. Сейчас, Игорь, договори. Вы, пожалуйста. Игорь, договори. У нас сегодня, я тоже общался с руководителями диаспора Санкт-Петербурга, у нас нет мощного консультационного органа в России, который мог бы сейчас решить эту проблему. И надо собрать сегодня, посадить за один стол представителей правительства, силовых структур, руководителей диаспора, в том числе и вас, да, то есть руководителей нашей, как бы, русской общины, и решать эту проблему в комплексе. Потому что мы сегодня... И тем людям, которые платили по черной, особенно их надо собрать, и посадить в диаспору. Вот эти строительные ребята, у которых работали сотни тысяч мигрантов, по которым теперь говорят, да мы даже не знаем, наверное, их тоже нужно посадить и с ними решать вопрос, где взять деньги. Вот как раз они решают, они решают эти вопросы. Все перечисляют, кого нужно посадить за стол, и все забыли почему-то работодатели, у которых эти люди работали. А они работодатели не дали договорить, работодатели в том числе. Это ассоциации, там ассоциации, саморегулированные организации. Нет, конкретная фирма, которая, подрядчик, которая привлекала людей. Которая нанимала этих людей. Да, вот то, что они испуганы и дезориентированы, я не согласен. Ничем они не испуганы, они давно уже ничем здесь не испуганы. И они прекрасно ориентируются здесь, что им делать и как им делать. Иван Николаевич, ну, во-первых, они очень разные. Они очень разные, согласен, Артем. Но вот насчет этих 12 тысяч, да, приравнять, давать пособия. Точно так же, ведь как они живут, какое у них заработали, отправили на родину. 12 тысяч получат, отправят на родину. И дальше здесь, они будут пытаться так же голодать и так далее. То есть, вы считаете, что деньги давать нельзя, надо проходить? Захар сказал совершенно справедливо, малыми шагами. Согласились с вашим аргументом, что учитывая особенности их, так сказать, функционирования, скорее всего, те деньги, которые будут перечислены в этой связи им, тут же уедут на поддержку их семей в соответствующие страны и так далее. Это реальность. Она нам может нравиться, не нравится. Соответственно, остается еще вариант какой? Вариант, ну, как-то их отсюда вывозить, хотя они, представляете себе, 6-10 миллионов. Как можно вообще вывезти? Если все страны изхода не готовы их принимать. Если те страны будут готовы их принимать. То есть, это дипломатическая работа, про работу и проговорить. А я могу тебе сказать по секрету, что я сильно сомневаюсь, что те страны, из которых они прибыли, будут готовы их принимать. Потому что такое количество миллионов мужиков, которые приедут туда, которым нечем кормить семьи, никому в этих странах не нужно. И мы много раз про это говорили. Во многом эти люди здесь и находятся, чтобы обеспечить стабильность в тех странах. Мы понимаем, что они будут здесь, и нам с ними дальше жить. И каким-то образом нужно дальше понимать, что с ними делать. Кормить их надо. Вот смотрите, нет, кормить их надо. Между прочим, не все потеряли работу. Посмотрите, те, кто доставляет еду, те, кто работает дворниками. Вообще, самые свободные люди в нашем городе сегодня, это доставщики еды из тех самых зеленых дел. Это люди, которые вообще единственные, по-моему, живут человеческим образом жизни. Целый день на велосипеде, на свежем воздухе и погнал. Сфера услуг и строительства в основном пострадали, Артем. Сфера услуг и строительства, вот где они работают. Стоп. И тогда, смотрите, мы же сейчас, мне кажется, пошли странным путем выяснения того, сколько мигрантов у нас вообще. Мне кажется, нам не важно, сколько у нас мигрантов вообще. Потому что у нас большое количество мигрантов как работали, так и работают. Как устроено, так и работают. Сколько не учтенных. То есть нам надо понять, сколько у нас мигрантов сейчас находятся в ситуации критической, близкой к катастрофе. Их, конечно же, не 6 миллионов и не 10 миллионов. А вот сколько их нужно выяснять. И дальше понимать, что с ними делать. Но мы даже этого количества не знаем. Месяц про это говорим. Месяц. У нас есть МВД, ФМС и так далее. Ну понятно, что эту проблему, кстати, Валерич, надо решать. А с чем ты, Игорь, так не согласен? Ну потому что мы говорим об этом, нет политического решения. Я хотел бы напомнить, что у нас не только коронавирус на дворе, но и экономический кризис, в котором мы находимся в самом начале. И в этой связи надо обратить внимание всех нас, коллег и тех, кто занимается этим по долгу службы, что у нас мигранты в стране, вот эти все, то ли 2 миллиона, то ли 10. Нет, то ли 6, то ли 10. Ну да. А почему? Вот два было сейчас на экране. Два в Москве. Так вот, они-то все кто? Трудовые мигранты. А зачем нам в экономическом кризисе трудовые мигранты? Мы зачем валежникам бочку с порохом декорируем? Если у нас через два месяца, когда закончится тут все, вот это карантинение, у нас собственные граждане, как предсказывает нам там от Кудрина до Орешкина, увеличится безработица с 2,5 миллионов человек до 8 миллионов, нам зачем чужие граждане, которые занимают рабочие места, наши граждане согласились? Я предлагаю, безусловно, депортировать тех, за кого не вписывается работодатель. Если работодатель дает список, этот список конечный, в нем паспорта, адреса, значит работодатель отвечает, у него есть денежная подушка, он их кормит, и он знает, что через два месяца он продолжит стройку. Если это 50%, я уверен, стройк накроется через два месяца, это означает, что все эти люди окажутся на улице, потому что вот эти все маленькие фермешки, малый бизнес, они ни за что отвечать не будут. Соответственно, этих людей надо уже сейчас с ними встречаться, вот у нас полиция сейчас автобилистов, этих законопослушных останавливает, пусть останавливает мигрантов на улице, и лучше нам потратиться на то, чтобы посадить их в автобусе или в поезда и отправить, они, слава богу, не из Бразилии, а из Узбекистана и Таджикистана, и отправить их на родину, потому что... А теперь у меня к вам два вопроса, Константин Валерьевич. У них законные основания пребывать на территории России. Нет, законные основания им как раз продлили на 90 дней, вон заголовки. Да, но им продлили визу, а не трудовые. Константин Валерьевич, у меня к вам вопрос, им продлили и патенты, и визы на 90 дней. Они находятся здесь юридически законно, но у меня к вам вопрос, если мы идем по вашему пути, по одному из путей, которые предлагает Игорь. Даже не зная, сколько этих людей. Мы вообще представляем себе, сколько поездов и самолетов нам нужно, это раз. А самое главное, и это первый пункт, мы имеем дело с казусом, который мы уже проговорили. Как можно депортировать человека в страну, которая не готова, чтобы он был туда депортирован? Они не имеют права отказать своим гражданам, это первое. Второе, это будет в сто раз дешевле, чем кормить на своей территории неработающих мигрантов. Европа пошла по этому пути, и мы видим, к чему это привело. Глубочайшему кризису, последние три года они не знают, что делать с этими мигрантами, заселяют их в лагеря, как здесь говорилось. Если работодатель берет ответственность за того, кто приехал на него работать, мы его оставляем. Если работодатель не готов брать ответственность, соответственно, извините, вот насколько на 90 дней продлили, 90 дней прошло, простите, вы, соответственно, должны покинуть территорию Российской Федерации. Их можно взять сейчас на учет, нам, москвичам, всем QR-коды выписали, пожалуйста, лучше вот займитесь мигрантами. А теперь возникает только один вопрос, у меня к вам еще очень важный, по практике. Кстати, вот ровно про то, про что вы говорили, вот сейчас вице-премьер правительства России Марат Хуснулин сказал, мы сейчас считаем, что нам не надо, чтобы те иностранные рабочие, которые работают у нас в стране, куда-то перемещались. У нас доля сегодня иностранных рабочих достаточно большая, и, конечно, они нам нужны, чтобы все задачи, которые перед нами стоят, мы могли выполнить. Он как раз это сказал по поводу, прежде всего, строительной отрасли, которую он курирует. А это значит, что ваша версия о том, что строительная отрасль, которая им нужна, она их может переписать, и, видимо, должна предоставить какие-то гарантии того, что она им нужна сейчас, и они будут дальше... Вот кого перепишут, и за кого возьмет ответственность то ли работодатель, то ли Хуснулин, имеется в виду правительство, те, безусловно, пусть работают прекрасно. Но если никто за них не берет ответственность, тогда за них ответственность должна взять полиция. И вот тут в рамках обсуждения нами с коллегой того, с чего мы начали, ведь граждан Российской Федерации, ну, кроме тех, кто будет наверняка задавать вопросы то, про что Захар говорил, почему их там кормят, почему их содержат, ну, такие будут всегда. Ну, слушайте, как бы вот жизнь такая. Но ведь будут еще те мигранты, которые не работают на стройках, и которые не захотят депортироваться, и их будет не 10, не 100 и не 1000 в случае, когда они узнают про депортацию. И, собственно говоря, они, они и могут составить тот, грубо говоря, пороховой заряд, который и может рвануть, как боятся эти газеты. То есть, грубо говоря, начав жесткие депортации, на мой взгляд, мы можем как раз часть из мигрантов подтолкнуть, ну, если угодно, уйти, ну, не в подполье, а я даже не хочу произносить, куда уйти. И тогда вся наша Росгвардия и полиция должна будет заниматься как бы этим. Нет? А сейчас она чем занимается? У нас сколько граждан, она вообще не в ту сторону. И мы их привезти не можем, своих граждан из-за рубежа, там осталось 2-3 тысячи. И у нас целая проблема. А здесь 10 миллионов туда, вообще я не представляю, как это сделать. Надо принять такое стратегическое решение. А если оно будет принято, тогда уже можно делать стратегическое планирование о том, кто, когда и почему. Но для этого надо принять мужественное решение. Не провокационное, которое сейчас отсрочивает решение вопроса. Потому что от того, что мы месяц их продержим, а дальше Хуснулин скажет, вы знаете, у нас строительный бизнес в кризисе, 50% предприятий закрыты, потому что Сбербанк требует кредита, а у нас их нет. Какое мужественное? Мужественное о том, что если работодатель или кто угодно в Российской Федерации, тот, кто пригласил, выдал патент трудовому мигранту, не ответственнее. В таком случае мы их должны депортировать, а с теми, которые, скажем так, не очень положительно отнесутся к идее депортации и лагерей, мы что будем с ними делать? Это у нас есть полиция и Росгвардия. Сейчас она занята мирными жителями Московской области и Москвы. Как много вопросов, которые нужно депортировать и прорабатывать. Я сейчас только анализирую как бы предложение. Представьте себе, что если от этих условно 10 миллионов 5% не захотят депортироваться, это 500 тысяч человек. По всей стране? По всей стране. Теперь скажите мне, пожалуйста, 500 тысяч человек по всей стране, которым, внимание, я говорю страшные вещи, в принципе уже нечего терять. И они понимают, что впереди у них высылка на родину, где, скорее всего, все еще хуже, чем здесь. Как вы думаете, 500 тысяч человек, этого достаточно для того, чтобы устроить проблему? Для того, чтобы этого не было, нужно действовать прозрачно и нужно, соответственно, эти меры публиковать. И надо говорить, готовить, так же, как нас, москвичи, готовили. Сначала посидите недельку в карантине, потом будет код, потом 100 метров, потом, соответственно, еще какие-то меры. Точно так же надо готовить мигрантов. Вот, пожалуйста, у них ассоциация есть. Они по-русски не понимают. Через диаспоры можно делать. И даже в мирные дни не могли это сделать. Когда не было видно, что государство не могло с этим справиться. Что сейчас произойдет в этом государстве? Мы их посчитать не могли в мирное время. Посчитать. Оживет и начнет работать. Именно для этого и нужно государство. С этим справиться. Это все замечательно звучит, но это не работает категорически. А что работает? Работает система малых мер. Вот сейчас будем затыкать все эти дыры. Я его поймал, это спрятал, это посадил, тому дал. Это система малых мер в Германии привела к Юрску. В Солинской ночи, когда 600 женщин были изнасилованы. Мы все помним эту историю. Не надо этим платить. Изнасиловать больше. Больше. Вот, получается, Кусновин сказал, что вы даже даете скорую, все будет хорошо. Я поддерживаю в какой-то степени, что надо создавать разные меры. Вот разные меры. Кого-то депортировать, кого-то. Но при этом, если мы даем коврижки в виде того, что мы даем жилье, то, что мы даем им провизию, питание, мы должны ужесточать уголовные меры ответственности, чтобы они понимали, что если они выйдут на уль, а Сатановский об этом говорит, что вообще из Средней Азии, где было достаточно большое количество мусульманских различных экстремистских движений, и я больше чем уверен, что в эти 500 тысяч эти люди попадут. Ужесточать уголовные меры и силовыми методами, оперативным путем, с привлечением оперативных сотрудников из тех государств, которые они приехали, которые понимают инвентальность, и максимально наказывать этих людей за других. Игорь, применение мер уголовного законодательства с применением оперативных сотрудников, ты так все это витиевато и длинно говоришь. Почему? Объясняю тебе, потому что если ты про это говоришь, то ты имеешь, вероятно, в конце, как на выходе, что те из них, кто не захочет за ковришки, ты их куда-то должен всех интернировать. Выбирай очень дипломатичное слово. Интернировать ты их куда-то хочешь. Правильно? Они должны понимать, что если... Нет, что они должны, я не знаю. Вот Захар правильно сказал. Многие из них ничего и не понимают, и не должны. Мы их сюда привезли, а дальше они должны. Теперь ты мне скажи, на выходе твоей схемы с оперативниками, с уголовным законодательством, это некие уже не летние лагеря, а просто лагеря? Нет, почему? Те люди, которые будут нарушать уголовный кодекс Российской Федерации, их должны садить. Куда? Куда? В тюрьмы. В тюрьмы. Вот эти вот 500 тысяч человек, это 10% готовшего количества. А что с ними делать тогда? Делать так, чтобы они оставались на улицах? Игорь, а тюрем хватит? А? А тюрем хватит? Если брать тюрьмы из тех стран, из которых они приехали, хватит. Вот Игорь закончил вопросом, а что с ними делать? Я думаю, что это нужно прорабатывать, этот вопрос. А вот это неплохой вариант. Закрывать границы. У нас же сейчас граница закрыта. Нет, у нас сейчас граница закрыта, но вы предлагаете через эту закрытую границу кого-то куда-то вывозить. У нас закрыта граница на въезд. Нет, речь идет о чем? Так и у них закрыта граница на въезд. Вот в Узбекистане и Таджикистане закрыта граница на въезд. Вы их теперь говорите, ребят, нет, как раз то, что у них закрыта на въезд граница, а 10 миллионов граждан этих стран у нас, это, к сожалению, нашему великому, это наша проблема, которую нам каким-то образом здесь надо решать. Но проблему надо решать, а не лакировать. Артем, про уголовное скажу. Действительно коротко. Поскольку, вы правы, около 70% насильственных преступлений в Москве совершается мигрантами, это знают... Семидники не так, категорически не так, это просто чушь. Нет, я сейчас это в Москве, откуда вы берете эти цифры? В Москве что? Оперативные позиции в среде мигрантов у нашей полиции достаточно хорошие и у других спецслужб. Это первый момент. Второе. Столица и область оборудованы комплексом безопасный город, поэтому те товарищи, которые захотят совершать преступления из числа мигрантов, пусть знают, что они попадут на камеры, они будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности. Те, кто совершает преступления, речи нет, что их нужно, конечно, брать и сажать. Речи про это нет. А те, кто совершает преступления, мы же сейчас обсуждаем, что делать с теми людьми, которые еще не совершили никаких преступлений, но которые могут начать их совершать, если у них закончится средство. Что с ними делать? Конечно, кормить и небольшие пособия, которые не будут превышать сумму за перевод этой суммы за рубеж, чтобы можно было купить, поесть, но не отправить эту сумму за рубеж. Я бы, кстати, вот несколько раз мы сказали, может быть, как раз как-то денежные переводы за рубеж в эти страны, и тогда, может быть, денежная помощь им, она останется здесь на их пропитании. В любом случае, надо садиться за стол переговоров. За стол переговоров. Мне кажется, для начала их нужно посчитать, а потом понять, как мы будем. Давайте мы несколько цифр, смотрите. Несколько цифр очень коротко. Первое. Мигранты ежегодно 60 миллиардов платят в бюджеты субъектов НДФЛ. 60 миллиардов. Чего? Ежегодно мигранты платят в бюджеты субъектов российских. Вот Собянин, например, имеет 17 миллиардов каждый год с мигрантов. С патентных отчислений. Вся страна имеет 60 миллиардов. Вся страна. Каждый год с этих 60 миллиардов, если мы 10 раздадим, точно все будут сыты. И это столько, сколько они уже нам принесли за два месяца, за январь, февраль. Давайте хотя бы это вернем. Первый момент. 10 миллиардов это тысяча на 10 миллионов. А сколько они отправляют? А сколько они отправляют? Понятно. Вы понимаете, сколько они отправляют? Коллеги, сейчас все, значит сейчас подводим рекламу. Вот из всего, что мы здесь обсуждали, самый главный эффект, который я хочу, так сказать, для меня очевидный, что очень многие из этих людей оказались здесь, потому что сделали на них заявки их работодатели. Нет, нет, никто не делает таких заявок. Да ну как не делают? Да как они здесь оказываются? Ну какие заявки? Реклама на первом канале. Кто делает?